Организованный тур в Египет с 30 января по 8 февраля 2022 года. Организаторы тура Игорь Торик и Анна Бенина. Гид Игорь Торик. Видеодневник. Завтрак в отеле в Каире. Сегодня у нас однодневная экскурсия в город Александрию. Расстояние от Каира до Александрии 220 километров. Время в пути 2,5 часа. Это без учета остановок. Огромные голубятни. Голубей в Египте разводят на мясо. В ресторанах, рассчитанных на местных жителей, можно заказать деликатесные блюда. Голубь жареный и голубь фаршированный. Пишут, что местные считают голубей египетской виагрой. Перед первой брачной ночью жених обязательно съедает 2-3 голубя. Встречаются огороженные участки, на которых ничего нет. Это обычно земля, принадлежащая армии. Зарезервированные под будущие проекты. Остановка на туалет и кофе. Стол и сидение из стандартных бочек. Тут же обязательное место для молитвы. Направление на Мекку обозначено для каждого молящегося на полу. Картины с изображением Корана. Огромные голубятни. Похоже, что это печи для обжига кирпичей. Каждый минорет, даже самый маленький, это произведение архитектурного искусства. Еще голубятни. Между двумя направлениями движения – старое кладбище. Въехали в Александрию. Александрия основана в 331 году до новой эры Александром Македонским. Этот памятник Александру находится здесь, в Александрии. Город быстро рос и стал крупным центром эллинской цивилизации. Он заменил Мемфис в качестве столицы Египта. Выехали на набережную, которая застроена фешенебельными зданиями, преимущественно первой половины 20 века. Александрия была не только центром эллинизма, но и местом крупнейшей городской еврейской общины. Александрия была также важным центром раннего христианства. В 7 веке город был завоеван арабами. В 16 веке сюда пришли османы. Здание университета Александрии. Это библиотека Александрина. Построена в 2002 году в память об античной Александрийской библиотеке. На стене высечены графемы из 120 различных систем письменности. Крыша огромного читального зала Александрины. Античная же библиотека была открыта в 323 году до новой эры при Птолемее I последователе Александра Македонского и находилась на государственном обеспечении. Она была частью Александрийского муссиона, то есть храма муз, игравшего роль религиозного, исследовательского, учебного и культурного центра эллинизма. Мухаммед Али, османский губернатор Египта, в начале XIX века приступил к восстановлению и реконструкции Александрии. И к середине XIX века город вернул себе былое важное значение. Летом 1882 года Александрия подверглась обстрелу британскими военно-морскими силами и была оккупирована. В 1922 году была провозглашена независимость Египта, но фактически англичане ушли из Египта только в 1956 году. Современную Александрию иногда называют африканским Парижем, так как набережная и ближайшие к ней престижные кварталы города похожи на европейские. В районе набережной чисто и гораздо меньше людей в традиционном одеянии, а интернациональный стиль одежды встречается значительно чаще. Но если отъехать от набережной подальше, то картина становится похожей на другие египетские города. Судя по форме крестов, это Коптская церковь. Синагога Ильяу-Анави названа в честь библейского пророка Ильи. Ворота, ведущие во двор синагоги. Синагога была построена в 1354 году. Во время египетского похода французские войска взорвали здание. Огорожены остатки старого здания. Синагогу восстановили в 1850-х годах при участии членов семьи правителя Мухаммада Али. В 2017 году Министерство по делам древностей выделило 40 миллионов египетских фунтов на ремонт и реставрацию здания. В 2020 году синагога была открыта после реставрации. На церемонии открытия присутствовало три иудея. Продолжение следует... Мемориал неизвестного моряка посвящен погибшим в морских сражениях. Он был построен во время правления Мухаммада Али. Тогда Александрия была главной военно-морской базой для экспедиции его сына Ибрагима Паши в Грецию во время греческой войны за независимость, кульминацией которой стала битва при Наварина в 1827 году. Мухаммада Али. Цитадель Кайт-Бэй Построенный на месте древнего маяка в Александрии. Александрийский маяк, также называемый Форосом, одно из семи чудес света. Он построен около 280 года до новой эры на острове Форос в гавани Александрии. Считается, что маяк имел высоту более 110 метров и состоялось с трех секций. Самая нижняя была квадратной, средняя восьмиугольной, а верхняя цилиндрической. На вершине маяка было расположено зеркало, которое днем отражало солнечный свет, а ночью на этом месте разводили костер. Морские сувениры навалом. Здесь была мечеть, построенная в 1307 году над могилой суфийского шейха Абуля-баса Аль-Мурси. Очень быстро мечеть приобрела популярность среди мусульман, совершавших хадж из стран Северной Африки в Мекку через Александрию. В нынешнем виде мечеть была построена в первой половине 20 века. Перед обедом нескольким нашим дамам захотелось мороженого. А это наш обед в Александрии. Съемка из окна заведения, где мы обедали. Выходим сытые к автобусу. Полицейская машина, наша охрана, которая всюду следует за нами. Субтитры создавал DimaTorzok Алекса, сокращенное название Александрии. Помпеево колонна. Монолит из красного гранита, колонна Победы, воздвигнута в честь римского императора Диоклетиана около 300 года новой эры. Первоначально на колонне стояла порфировая статуя императора высотой 7 метров. Название колонны и ложная ассоциация с Помпеем возникли из-за неправильного прочтения греческой надписи на постаменте. У подножия колонны музей артефактов на открытом воздухе. И все это в окружении современной застройки. Подземная галерея в районе колонны Помпея. Затем осматриваем катакомбы Ком-Эль-Шукафа, которые использовались с 1 по 4 век новой эры. Повышение уровня подпочвенных вод побудило Египет в 2017 году начать масштабный дренажный проект при поддержке агентства США по международному сотрудничеству. Здесь разнообразная погребальная архитектура, сочетающая древнеегипетское, греческое и римское искусство. Катакомбы 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 расположены на трех уровнях, соединенных между собой с помощью этого колодца, глубиной 30 метров, и винтовой лестницей вокруг него. Гробница с улицы Тигран-Паша была обнаружена в 1952 году при рытье котлована под фундамент современного здания. Гробница украшена не рельефами, а росписями. Они содержат элементы как египетского характера, так и греко-римского. Гробницу разобрали на месте находки и переместили в этот домик на территории комплекса Ком-Эль-Шакафа. Во дворе комплекса экспонируются саркофаги. Ком-Эль-Шакафаги Едем по скоростной дороге из Александрии в Каир. Остановка на туалет и кофе. Здесь мы увидели оригинальные уголки для семей и компаний. Ком-Эль-Шакафаги Ком-Эль-Шакафаги